Должно быть очевидно, почему такие вещи, как порнография, не только ее доступность, но частота потребления, могут негативно влиять на романтические и сексуальные взаимодействия в реальном мире. Это серьезная тема, которую многие обсуждают сейчас. За этим стоят наэробиологические механизмы, которые вы теперь понимаете. И суть не в том, чтобы судить, нравится людям порнография или нет, это уже этический вопрос и моральная дискуссия. Эти вопросы каждый человек должен решать сам в зависимости от возраста и так далее. Но опять же, любая деятельность, которая вызывает сильное высвобождение дофамина, затруднит достижение того же и даже большего уровня дофамина в результате последующих действий. Так что да, действительно, многие люди зависимы от порнографии. И да, многие люди, которые регулярно смотрят порнографию, сталкиваются с трудностями в романтических отношениях в жизни. К счастью, большинство людей не испытывают огромного повышения уровня дофамина, приводящего к серьезному падению базового уровня. Однако у многих такое наблюдается. Это мы называем зависимостью. Когда кто-то употребляет наркотик или занимается деятельностью, которая приводит к огромному увеличению уровня дофамина, впоследствии базовый уровень дофамина падает из-за его истощения. В любой момент можно получить много дофамина из определенного пула, а когда этого пула нет рядом, люди чувствуют себя довольно паршиво. Многие люди совершают ошибку, идут и продолжают искусственно высвобождать дофамин, снова занимаясь какой-либо деятельностью или принимая вещества. Ошибочно думая, что это поднимет их базовый уровень, снова появится пик. Это не только не даст им пик дофамина, но и их базовый уровень будет становиться все ниже и ниже, потому что они истощают дофамин все больше. Мы такое часто наблюдаем, когда люди становятся зависимыми от чего-то. Они вообще не получают большого удовольствия. Это можно заметить по видеоиграм. Люди играют в игру, им это нравится, для них это суперинтересно, они продолжают и продолжают играть. И происходит одна из двух вещей, обычно даже обе. Во-первых, я всегда говорю, что зависимость это постепенное сужение круга вещей, которые приносят вам удовольствие. Поэтому часто человек может добиться выброса дофамина, только занимаясь каким-то определенным занятием, но не другими. Поэтому люди начинают терять интерес к школе, терять интерес к отношениям, интерес к своей физической форме и благополучию. Это истощает их жизнь. И обычно происходит следующее. Они перестают получать выброс дофамина от изначальной деятельности, а затем они впадают в довольно серьезную депрессию. Это может серьезно развиться и может даже довести до самоубийства из-за такого образа жизни. Но давайте поговорим насчет более типичного сценария. Давайте поговорим о том, когда человек хорошо работает в течение недели, занимается спортом в течение недели и выпивает по выходным. Что ж, этот человек употребляет алкоголь, возможно только один или два вечера в неделю. Но часто тот же самый человек повышает уровень дофамина с помощью еды в середине недели. Мы все должны есть, и приятно есть продукты, которые нам нравятся. Я такой же, я тоже люблю поесть. Но давайте предположим, что они едят продукты, которые вызывают выброс большого количества дофамина в середине недели. Затем пьют один или два дня в выходные. При этом всегда усердно работают. К тому же проплывают пару миль в океане в середине недели и танцуют на выходных. В общем, звучит как довольно сбалансированная жизнь, неправильно. Но вот в чем проблема. Дофамин вызывается не только одним занятием. Дофамин вызывается всеми занятиями. А дофамин — это то, что создает страсть, мотивацию, желание и удовольствие. Только он один. Так что, если вы смотрите на какое-то занятие и говорите, «Ну, это только на выходные или пару раз в неделю». Если вы посмотрите также на дофамин, просто как на химическую функцию, состоящую из пейков и базового уровня, тогда станет понятно, почему этот человек после нескольких лет напряженной работы говорит, «Да, я чувствую, что я перегорел». Просто не чувствую, что у меня есть та же энергия, что несколько лет назад. Конечно, от возраста тоже зависит, почему люди испытывают снижение энергии. Но часто причина не в истощении и клеточном метаболизме, связанном со старением, а в том, что люди получают свой дофамин за счет такого количества разных видов деятельности в течение недели, что их базовый уровень постепенно снижается. В таком случае это трудно заметить. Очень-очень трудно. И это очень зловещая функция дофамина. Она заключается в том, что дофамин может незаметно снижаться, но затем в один момент достигает низкого порога. И мы просто чувствуем, что мы больше ни от чего не можем получать удовольствие. То, что раньше работало, больше не работает. Это начинает походить на более серьезные зависимости и острые пристрастия к таким веществам, как кокаин и амфетамин, которые приводят к большим всплескам дофамина, а затем к очень сильным падением базового уровня. Конечно, мы все должны заниматься деятельностью, которая нам нравится. Я тоже хочу, так же, как и все. Огромная часть жизни — это занятия и вещи, которые нам нравятся. Главное — понять эту взаимосвязь между пиками и базовым уровнем. И понять, как они влияют друг на друга. Потому что как только вы это сделаете, вы сможете начать делать действительно хорошие выборы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Чтобы поддерживать свой базовый уровень дофамина, может даже повысить этот базовый уровень и по-прежнему достигать этих пиков, по-прежнему испытывать те чувства повышенной мотивации, повышенного желания. Потому что, опять же, эти пики и наличие здорового, высокого базового уровня дофамина — это то, что привело к эволюции нашего вида. Это то, что движет эволюцией любого жизненного пути. Дофамин — это хорошая вещь.